И поэтому, когда произошла достаточно стихийная февральская революция, ну как там, внутренние проблемы в империи, постоянные проигрыши в боевых действиях с немцами, что тоже не радовало ни разу никого, бессмысленность самой войны, непонятно, за что воюем, а бессмысленность, она где-то к году к 16-му стала совершенно очевидной, а начавшиеся в стране проблемы внутренние, которые привели к 16-м году, допустим, к национализации промышленности и к введению продразверстки. То есть, это же сделало царское правительство. Это не то, что не большевики, это же не Временное правительство, это до них. И вот, когда всё это происходит, большевики, то есть, февральская революция, все расталкивают друг друга локтями, большевики в это время либо в эмиграции, либо в тюрьмах, т.е. царское правительство с ними боролось достаточно эффективно, т.е. на свободе большевиков не было практически в Российской империи. Поэтому свержение царя устраивали кадеты, немножко эсеры, кадеты – это, по сути, легальная официальная думская партия. Конституционные демократы. Т.е. там участвовал в заговоре против царя Дума, участвовал генеральный штаб, участвовали царедворцы, т.е. там проблема была только в том, кто конкретно принудит царя к отречению, либо грохнет его. Вот принудили представителей генерального штаба, а думцы создали как раз-таки новое правительство, временное правительство. Т.е. тут все подсуетились, все, так сказать, расставили фишки, объявили республику, объявили о свержении монархии, продолжили войну. Так вот, большевики в это время вернулись, потому что, собственно, все политические заключённые были во время февральской революции отпущены. Птенцы Керенского – это они были или нет? Дело в том, что были отпущены и уголовники, да, это птенцы Керенского. Т.е. все были отпущены, в том числе и большевики. И вот большевики стали бороться… Дело в том, что в это время те, кто находились у власти – Государственная дума, генштаб и так далее – они создали временное правительство. А народ, который своим вооружённым восстанием в Санкт-Петербурге и сверг, собственно говоря, царскую власть – это как раз февральское вооружённое восстание. Сначала это была всеобщая статичка, которая переросла в восстание. Так вот, они создали свои параллельные органы управления. Т.е. они не выбирали никакого временного правительства, во время правительства оно самозванное полностью. А народ, который восставший был, он создал советы солдатских и народных депутатов. Т.е. солдатских и рабочих депутатов. Ну как, большевики там были, но их достаточно мало было. Их вообще мало было на этот момент. Т.е. название «Савдипия» – оно, как обычно, мимо, да? Так. Но большевики стали бороться как раз-таки за влияние в Советах. Т.е. они стали в Советах, депутатам этим как раз-таки в Советах. Людям, которые выбирали эти советы, они стали объяснять свою позицию, чего хотят и т.д. И людям эта позиция нравилась, особенно, когда они видели, что творит временное правительство. Временное правительство творило что? Оно продолжало проигрывать войну, вести её, дальше загонять страну в болото, они объявили, конечно, в свободу и т.д., но они крестьянам землю не дали, рабочим жизнь не облегчили, к миру страну не приблизили. То есть, ну а нафига они тогда всем нужны, они ничего не сделали положительно. Они объявили свободу. Единственное, что они сделали, так сказать, вот это заметно, – это отделили церковь от государства и попутно позволили церковникам остановить патриарши престол. И вот большевики борются за власть в Советах. И к лету 1917 года, благодаря действиям Временного правительства, в Советах у большевиков оказывается большинство. При этом Временное правительство с ними пытается бороться. Т.е. оно устраивает, тогда главнокомандующим полостамином, уже Корнилов, устраивает наступление июльского 1917 года против австрийских войск. Оттуда идут победные реляции Корнилова, типа прорвали фронт, взялись только десятков тысяч пленных, всё, ура, и Временное правительство, резко обрадовавшись, бросается сажать и расстреливать большевиков, т.е. большевики объявляются в унии закона, кого-то хватают – сажают, кого-то убивают, расстреливают демонстрацию, которую большевики устраивали антивоенную в Санкт-Петербурге. И вот на фоне этого, как только Временное правительство начали расстреливать с большевиками, приходит сообщение о том, что австрийские и немцы перешли в контрнаступление, наш фронт рухнул, и у нас всё, полный конец. И вот Временное правительство зависает в воздухе, типа что произошло, чего теперь делать. А дальше Корниловский мятеж, т.е. Корнилов отправляется наводить порядок Санкт-Петербург. Мятеж Корниловский подавляют большевики. Они просто разагитировали войска Корнилова, и те решили, что им в Петербург идти незачем, давайте лучше пойдём по домам. Корниловский мятеж развалился, и реальной властью в стране стали большевики. И вот Ленин как раз-таки в это время, в отличие от многих большевиков, которые кто-то мечтал о кончании войны дождаться, кто-то мечтал строить капитализм, а Ленин и его сторонники взяли курс на вооружённое свержение Временного правительства. Т.е. фактически они взяли курс на то, чтобы Временное правительство выгнать и показать, в общем-то, реальную картину. Дело в том, что армия в это время уже большей частью подчинялась большевикам через Советы Солдатских Депутатов, оба столичные города, и Питер, и Москва, подчинялись большевикам через Советы Рабочих Депутатов. Так вот, большая часть народа поддерживала большевиков, честность партии большевиков выросла с февральской революции по октябрь, с 27, по-моему, на 300 тысяч человек. Неплохо. Так вот, т.е. позиция у них была ясная, чего они обещали было совершенно ясно и понятно, просто проблема у них была какая – большевики были не партией, они были левой фракцией в партии РСРДРП, где были ещё меньшевики. Так вот, кроме того, были всякие СР, анархиста, т.е. всяких партий революционных было много. И вот октябрьское революционное восстание, их устраивали левые фракции трёх партий. Вот это, кстати, Ленин сказал свои слова знаменитые, есть такая партия. Там выступал представитель меньшевиков Церетели, кстати, порядок. Так вот, выступал и рассказывал, как раз распинался, что типа надо поддерживать Временное правительство, потому что сейчас нет такой партии, которая может взять на себя ответственность за судьбы страны, нет такой партии, которая может возглавить управление страной, навести порядок и т.д. И тут Ленин встал и сказал, есть такая партия. Т.е. партии не было, но вот когда Ленин это сказал, по сути, она и образовалась. Т.е. когда он это сказал, стало ясно, что большевики будут брать власть в свои руки. Их поддержали, вот левую фракцию РСЗП, т.е. большевиков, поддержали левые эсеры и левые анархисты. Как там всё запутано было. Да. И вот, короче, они устроили вооружённое восстание в Питере какое? Т.е. революция была безумно бескровной. Т.е. пришли и сказали, что временные, всё, пошли вон. Слазь. Да. Т.е. то, что удалось собрать временного правительства, они сумели собрать для своей защиты, оно правительство страны, они сумели собрать казачий полк, но тот, когда узнал, для чего их туда привезли, собрался и снова уехал, кадетов, т.е. пацанов, и женский батальон, который на самом деле тоже пришло не защищать временные приставы, их туда пригнали, типа давайте вы будете здесь устраивать парад, т.е. для подготовки к параду. Их туда пригнали, а оказалось, что они должны защищать Зимний дворец, а Зимний дворец они защищать не стали. Поэтому когда пришли большевики, там штурм, который показывают, его не было. Они пришли... Есть вот воспоминания, как большевики пришли в этот Зимний дворец, когда там карнизон сам сразу объявил о том, что они капитулируют, никто Зимний дворец не собирается, они ходили по коридорам и искали само временное правительство. Ну, чтобы объявить, что им об отставке, а оно пряталось. Т.е. вот такая игра в прятки своеобразная. Вот это октябрьское вооружённое восстание. Т.е. большевики фактически просто объявили о неизложении той власти, которой властью в это время уже и не являлась. Ну, как это часто говорят, что власть валялась, а они её просто подобрали. И взяли на себя ответственность. Да. И, собственно говоря, первые два декрета, которые издали большевики – это декрет о мире и декрет о земле, т.е. то, чего народ от них и ждал. Декрет о земле – это как раз-таки взяли всю землю, и помещичью, и калацкую, т.е. всю вообще землю переделили равномерно между крестьянами по числу едоков. Каким бы странным ни показалось, отнять и поделить прекрасно сработало. Ну да. И именно это и надо было сделать, именно это и было сделано. И подавляющему большинству крестьян это понравилось, потому что подавляющему большинству крестьян земли стало больше. Так вот, фабрики передали рабочим, но оказалось, что фабриками нужно всё-таки управлять, поэтому там потом стала проводиться синдекализация промышленности, которую тоже проводили большевики под руководством Ленина. И вот здесь маленький такой нюанс. Дело в том, что Советский Союз, который вот тогда начал возникать, тогда была Советская Россия ещё сначала, который начал возникать, он не управлялся одним человеком. Т.е. это не была страна, которой управлял великий вождь Ленин. Ленин был одним из многих большевиков, которые управляли Советской Россией, и он даже не был официальным главой государства, он был председателем Совнаркома. Т.е. то, что сейчас называется премьер-министром, т.е. занимал нынешнюю должность Медведева. Т.е. вот такая у него должность была. Просто его авторитет в партии был, особенно после Октябрьской революции, очень высок. Поэтому к нему внимательно прислушивались, но продолжали многие против него выступать. Некоторые такие, типа Каменев, который пытался сорвать вооружённое восстание. Т.е. как? Дело в том, что вооружённое восстание Каменев пытался сорвать самым эффективным способом. Он в газетах публиковал свои возражения против вооружённого восстания, с указанием самого плана вооружённого восстания, незадолго до начала этого восстания. Какая сволочь! И это только Сталин его потом грохнул, да? Да. Так вот. Вот Каменев это публиковал, но сорвать временное правительство не могло восстание по одной простой причине. Неким! Т.е. некого подслать, чтобы арестовать вот этих. Т.е. это показывает власть временное правительство. Т.е. они получили через средства массовой информации подробный план. Но от этого только больше испугались, потому что им никто не подчиняется. Какой прекрасный персонаж. И это его держали потом столько лет в партии, и это он чем-то ещё руководил там, пока его не пристрелили. Ну да. А Бухарин, например, предлагал устроить гиперинфляцию, чтобы люди разочаровались в деньгах и полностью отказались от денежного обращения. Я смотрю, там много талантов было. Да. И я смотрю, что несмотря на большое образование, знания какие-то, они не совсем понимали, что хотят. Ну как, некоторые не понимали, некоторые в принципе были вот типа того же самого Троцкого, людьми, которые работали на совершенно другие цели. Т.е. разные люди были. Но ситуация-то какая, что Ленин и его соратники, его сторонники, они довольно жёстко старались выдержать вполне конкретный курс. И они его выдерживали. Т.е. вывели страну из войны. Было там победное шествие советской власти, но потом как раз восстание Белочехов, инспирированной Антантой, армия Краснова, вооружённая немцами. Дальше Германия проиграла в 1918 году, капитулировала. Немецкие войска должны были быть все разоружены, кроме тех, которые находились на территории бывшей Российской империи. Т.е. там немецкие, турецкие и австрийские войска получили приказ Антанты поддерживать местные националистические правительства в борьбе против большевиков. Именно немцы подавляли большевиков в Финляндии, вот красных финнов подавляли, подавляли красные выступления в Латвии, в Эстонии, в Литве, подавляли красные выступления на Украине и в Закавказье. Это немцы, австрияки и турки, по приказу своих бывших врагов, по приказу Антанты. Т.е. конкретно рвали страну на куски. Т.е. Польша получила, по сути, независимость формально из рук немцев австрияков в 16-м году, временное приставие подтвердило. По факту свержения монархии получила независимость Финляндия, потому что она на личной унии сидела. Т.е. Финляндия принадлежала не Российской империи, а, по сути, императорской семье. Императору лично. Т.е. личная уния. Императора свергли, Финляндия свободна. А дальше этот парад суверенитетов пошёл, его уже устраивали местные националисты с опорой как раз-таки на где-то немцев, где-то австрияков, а где-то на французов и англичан, на японцев, американцев, корпус белочехов, который обеспечился англичанами и французами, и который обеспечил то, что от большевиков удалось оторвать на какое-то время Сибирь. И вот в итоге есть Советская Республика в огненном кольце фронтов, а на всех других территориях действуют белые войска, и попутно создаются местные националистические правительства, которые поддерживаются Антантой. Т.е. например, в Закавказье всякие, Грузии, меньшевиков Армения, Дашнаков, Азербайджан, муссаватистов, они создавались именно Антантой и поддерживались Антантой. Т.е. даже когда грузины стали захватывать курорты Краснодарского края, т.е. побережье Черноморской России, там Деникин по этому поводу возмутился, англичане сказали – ни в коем случае не смейте воевать, иначе вы, вот Деникинцы, лишитесь нашей поддержки. Ну а Деникин просто видит, что если он грузинов не остановит, оборзевших, потерявших полностью берега, то в этом случае он лишится поддержки, так сказать, всех белогвардейских офицеров и солдат, которые у него есть. И в этом случае кто будет воевать английской техникой и оружием? Тогда он просто на всё наплевал, отдал приказ дать по мозгам грузинам, грузинам по мозгам дали, они сразу голубым убежали в Грузию свою. Англичане сначала пошурили Деникина, но потом поняли, что с большевиками всё равно кто-то должен, а кроме Деникина на этом направлении некому, не грузинам же, они же не способны, как, собственно, Деникин и показал, небольшими силами их разгромив. И стали дальше продолжать Деникину. Так вот, но все эти продвительства националистические возникали, националисты поднимали голову очень серьёзно. Тебе.